Как правило, мошенники чаще всего сбывают поддельные купюры в местах, где не осуществляется должный контроль за подлинностью наличности. На рынках, в торговых ларьках и небольших магазинах. В последнее время фальшивки отличаются высоким качеством воспроизведения признаков подлинности, что относит их к разряду особо опасных видов фальсификации. Наиболее популярные денежные купюры номиналом 5000 рублей, ну и сейчас менее популярные это 1000 рублей, то есть за стоимость 1000 рублей. Сейчас на сегодняшний день высокое качество признаков подделки, то есть тяжело сейчас выявить поддельную денежную купюру. Даже детекторы, которые имеют ультрафиолетовое излучение, на сегодняшний день пропускают фальшивую денежную купюру, как настоящую. Продавцам следует быть внимательными и тщательно проверять купюры на подлинность. Лучше всего для этого приобрести специальный сканирующий аппарат. Однако выявить фальшивку можно и без подручных средств. Поддельная купюра всегда плотнее настоящей, так как склеена из двух половинок. Блестящая лента, вшитая в купюру, может иметь следы отслоения. При рассматривании банкноты под разными углами, у подлинной эмблемы Банка России меняет цвет с коричневого на темно-синий. На фальшивке же будет виден только блеск, а не изменение цвета. Стоит обратить внимание и на краску серийных номеров. Она не должна осыпаться. Если вы сомневаетесь в подлинности банкноты, не пытайтесь ее реализовать, а немедленно обратитесь в полицию. Также, если у вас имеются сведения о точках сбыта фальшивых денежных знаков, незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел. Субтитры создавал DimaTorzok